Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала! Я с вами Марина! Показываю свою рассаду, которую я посеяла 27.02.2023 года. За окном у нас солнце светит, но ночью была метель, а у нас уже рассада готовится к посеву. Вот такие у меня Настенька, Етина мать, дрова. Здесь в стаканчике написано, когда я их сеяла. И всходы. Вот 27.02 у меня. 27.02 это посев, а всходы 0.03 и 0.05.03. Потому что здесь какие взошли, какие еще только всходят. Я вот так написала здесь 0.03 и 0.04, а здесь написала 0.03 и 0.05 и 0.03. Чтобы знать, мы считаем не от дня посева, а считается от дня всхода петелек. Как только петельки появляются, вот эти петельки, вот они, и надо считать, сколько дней, как написано на семенах на пачечках, нужно для роста рассады. У каждого срок свой, у каждого семян свой срок. У кого-то 100 дней, у кого 80 дней, у ранние, есть ультраранние, скороспелые. Поэтому главное, чтобы вырастить рассаду, нужно обязательно, чтобы корень был мощный. А для этого не нужно нам прям вот до краев насыпать землю. Необходимо половина стаканчика, чтобы после подсыпать, чтобы корень был мощный. Если корень мощный, то значит рассада у вас приготовится к хорошему урожаю. Также хочу заострить внимание свое на том, что если вы сеете вот такие пол-литровые стаканчики, вот здесь кромочку надо обрезать, чтобы вот так спокойно встали большое количество стаканчиков. Если вы ее не обрежете, кромочка, она плотная и не дает стаканчикам, пространство остается. И, конечно же, меньшее количество стаканчиков вы поставите в ящик. Также мне помогают мои фитолампы. Это вот пальчиковые, которые я называю. Смотрите, брала я в интернет-магазинах. Еще в прошлом году заготавливала. Очень хорошо. Синий цвет предвращает росту огромный, когда перерастает рассада. И самое главное – это не переливать. Не переливать, не перевлажнять землю. Ни в коем случае рассаде нужен. Чуть влажный, но не влажность огромная, которую бывают. Огородники, особенно начинающие, не знают об этом. И начинается полив преждевременный. Начинается потом черная ножка. Все это от переувлажнения. Ни в коем случае. Надо обязательно, чтобы грунт был рассыпчатый. Я, например, добавляла покупной грунт, который я покупала в светофоре, привозила со светофора. Добавляла доломитовую муку. Это обязательно раскислитель идет. Биогумус. Дальше агроперлит, вермикулит, диатомит. И все добавки, которые необходимы, также добавляла еще один пакетик. Сейчас я вам покажу. Это я покупала тоже в этом фикс-прайсе. Вот такой. И еще триходерма пакетик. Все высыпала в грунт, в который я размешивала, а потом начинала уже сеять семена. Семена мы сеем не полные стаканчики, чтобы после подсыпать. Это необходимо. И, конечно, нужна подсветка, которая необходима. И тепло. Тепло надо регулировать. Цветом тоже регулировать. Когда у вас появились первые петельки, надо обязательно трое суток, чтобы свет был трое суток. Круглосуточная подсветка. А потом вы задаете параметры или 12 часов, или 14. Это уже на ваше усмотрение. Сейчас покажу. Обязательно градусник надо ложить. Вот здесь я положила старенький градусник, который измерять обязательно температуру. Вот сегодня ночью полежала, он у меня на нижней полочке там, и у меня было 19 градусов. Значит, если будут какие-то у меня какая-то рассада перерастать, я буду стараться ее на нижней стиле аж ложить. Вот. Что еще хотела рассказать? Многие говорят, что рано сеять. Нет. Еще раз повторяю. Ранный посев – это ранний урожай. Мы считаем со дня появления петелек, со дня не посева, а со дня вот именно прорастания. Еще раз повторяю. Со дня прорастания, хотя я уже сказала об этом. Ну вот так. Лампы. Самые, знаете, если кто-то будет покупать лампы, сейчас покажу, сколько я покупала в светофоре. Я ее сейчас вам покажу. У меня такие три лампы. Смотрите. Здесь написано 6500 кельвинов. Это самые хорошие лампы. 40 ватт. Светильник светодионный. Он экономит электричество. Вот 40 ватт. Вот 6,5 кельвинов. Это очень... 6500 кельвинов. Это очень хорошее. И еще, чтобы на... Обязательно было написано 2500 люминов. 2500 люминов. Это я уже проштудировала весь интернет. И вот теперь я знаю, какие лампы необходимы для хорошей подсветки рассады. Вот эта лампа у меня была куплена в светофоре. И таких лампы у меня 3 штучки. Здесь это у меня комнатные. Мои томаты. Уже начинаются бутончики. Типа, наверное, скоро будут. Розеточки. Розеточки только наклевываются. Там каменный цветок, пиноккио. И что у нас здесь? Чудо-карлик. Вот это чудо-карлик. Вот она. И вот она, чудо-карлик. Перчики остренькие. Также болгарские. Не знаю, надо посмотреть. Посадила комнатный я. Сладкий перец. Есть такой. Ну вот и все. Спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. А вы посеяли рассаду? Так. У меня даже, вот смотрите, здесь написано на каждом ящике. Я подписала 0,4-го, 0,2-го. Это время посева. Это день посева, чтобы знать. Уже когда, через какой день я буду поглядывать. Примерно я знаю, через какой день всходят и буду поглядывать, чтобы не переросли. И здесь также вот такие ящики. Да, если у кого-то ящиков не хватает, можете использовать вот такие ящики. Из-под фруктов, которые выбрасываются порой с магазинов. Мелкие, крупные. Я просто на дно клеенку черную скотчем облепила. И все. И поставила туда стаканы. Видите? Сюда очень много влазит. Только кромочку, еще раз повторяю, вот эту кромочку надо обрезать. Она не будет мешать вам тогда. Если не обрежете, будет мешаться и не будет так много стаканчиков улазить в каждый ящик. Пока-пока. Желаю всем здоровья. Берегите себя и своих близких. Все. Желаю всем здоровья. Желаю всем здоровья.